Правильный вектор, чем они должны заниматься. Дерево удачи. Такой подарок силовикам сегодня подготовили журналисты закрытой больше полугода назад газеты «Голос Республики». Вместо листьев подсказки, чем на самом деле должны заниматься люди в погонах. Пока же вместо правопорядка они запугивают, следят или вербуют независимых журналистов. Продолжаются звонки, продолжаются какие-то встречи, где идут угрозы, шантаж, попытки завербовать. Если брать мой пример, то на меня попытались надавить через моего супруга, угрожая ему увольнением. Кнопку тревожную нажимайте! То, что бывшим республиканцам увольняться уже практически неоткуда, силовиков волнует мало. Но о каждом шаге журналисты Сергея Зелепухина, к примеру, сотрудники спецслужб знают наперед. Недавно к нему обратился некий Жандос с дружеским советом, мол, работает Сергей не там и не на тех. Начал он с того, что мы своей деятельностью затрагиваем, буквально его слова, интересы больших пацанов. Что за большие пацаны? Какие? Откуда они? Что и как? В принципе, он это не говорил. 619. Кстати, в коллекции бывших сотрудников республики уже есть три номера таких доброжелателей. Все они недоступны. А вот, например, некий Бахтияр. В социальной сети в фейсбуке он определяется, как Иван Трофимов. Иван известен тем, что постоянно добавляется в друзья к независимым журналистам и оппозиционерам. Надо поддерживать друг друга. Надо поддерживать друга. Друга, видите, нас как-то по одиночке пугают, разоряют, сажают. Для журналистов «Голоса республики» дело пока ограничивается задушевными разговорами и дружескими советами не работать в неблагонадежных изданиях. Сегодня в редакции всего пара человек, кто до сих пор не сталкивался с бойцами невидимого идеологического фронта.